Ауазу билляху мина шайтану руджим, бисмилляху рухману рухим. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Винчаала мы начинаем очередной урок из цикла лекции по исламскому праву согласно ханафистского мазгаба. И сегодняшний урок у нас посвящен тому, что нарушает малое омовение. Несомненно, что это очень важно для каждого мусульманина, для каждой мусульманки. Каждому из нас необходимо знать эти вопросы. И автор в книге первым из этих вещей упоминает то, что вышло из двух путей. То есть то, что выходит из переднего или же заднего прохода. И не имеет разницы, какой был характер того, что выходит. Какая это вещь? То, что выходит редко, как, например, камни. Или же то, что выходит постоянно, периодически. Как, например, то, что выходит при исправлении естественной нужды. Также не имеет разницы то, что выходило, было чистым или же грязным. Чистое это, как, например, выделение газов. Исключением является выход воздуха из переднего органа. В этом случае омовение не нарушается. В остальном, все, что выходит из этих двух проходов и покидает его пределы, все это нарушает малое омовение. Также нарушает малое омовение роды, которые прошли, и в их процессе не была обнаружена кровь. Поскольку у послеродовых выделений нет минимального срока, то есть роды могут пройти абсолютно без этих выделений, то такие роды обязуют только малое омовение, они не нарушают купание. Но имам Абу Ханифа, рахима Аллах, говорит, что в этом случае является ваджбом искупаться из предосторожности. Потому что в большинстве случаев выделения крови бывают в природах, но их могут просто не заметить. Следующее. Наджас Атунса Илун Мин Гой Ригима. То есть нечисть, наджас, который вытек из других частей тела. То есть когда что-то выходит из других частей тела, то обязательно это должен быть наджас, нечисть. Если выделяется чистая вещь, от этого омовение не нарушается. Нарушает только выделение наджаса. И к этому относятся выделение крови, гноя и рвоты. Кровь и гной нарушают омовение только в том случае, когда они покидают пределы раны. Если они находятся в пределах раны, или же покидают пределы раны, не задевая кожу, то в этом случае они омовение не нарушают. Также отдельно хотелось бы сказать про рвоту. Поскольку говорится, что рвота нарушает омовение в том случае, если она была в полный рот. Здесь нужно иметь в виду, что под рвотой в полный рот не имеется в виду, что рвотная масса должна заполнить ротовую полость. Рвота в полный рот – это такой термин, который означает толчок рвоты такой силы, которую человек не может удержать, не прилагая к этому усилию. То есть для того, чтобы удержать толчок рвоты такой силы, ему нужно прилагать усилие. Только такая рвота будет нарушать малое омовение. Если толчок рвоты был меньшей силой, то омовение у него не нарушится. И не имеет значения, что именно вырвал человек. Была это просто вода, или же сгусток крови, желчь, или же еда. Всё это будет нарушать малое омовение. Также если у человека происходит кровотечение в ротовой полости, то в этом случае омовение нарушится, если крови больше, чем слюны, или она наравне с ней. Если крови меньше, чем слюны, то омовение не нарушится. Выяснить это можно следующим образом, когда человек плюёт. Если слюна будет окрашена слабо, это будет означать, что крови меньше, чем слюны. Если она имеет красный цвет, то это уже означает, что кровь либо наравне, либо больше слюны. Также омовение нарушает сон. Если быть точнее, сам сон омовение не нарушает. Засыпая, человек теряет контроль над собой, и он не может контролировать выход газов. Это обстоятельство, то есть высокая вероятность того, что газы вышли из его тела, это будет нарушать его малое омовение. Поэтому, если человек сел таким образом, то есть принял такую позу, что предотвратил выход газов, то есть плотно прижался к земле, или же подложил подседалище ногу таким образом, что произошло плотное примыкание, и выход газов исключён. Если человек засыпает, приняв вот такое положение, то есть исключив выход газов, то сон в таком положении омовение человека не нарушает. Поэтому есть ещё один такой вопрос. когда человек спит, приняв вот это положение, то есть именно исключив выход газов, если он, находясь в таком положении, упал, а затем проснулся, то в этом случае у него нарушится омовение. То есть произойдёт так, что будет такой отрезок времени, когда он спал, не приняв вот это требуемое положение. То есть он сперва упал, а потом проснулся. Получается, падая, потеряв вот это положение, он ещё находился в состоянии сна. И поэтому вот омовение в этом случае у него нарушится. Если же он сидит, приняв вот это положение, спит, но при этом покачивается, покачивается, но не теряет этого положения, то есть не теряет контроля над выходом газов. В этом случае тоже омовение у него не нарушится. Далее омовение нарушает потеря разума. К этому относятся игма, то есть обморок, джунун, сумасшествие, васукрун, то есть сильное опьянение. Потеря разума под этим упомянутым причином также нарушает омовение человека, даже если это произошло всего лишь на миг. То есть, допустим, человек потерял сознание, упал в обморок на какие-то доли секунды. Даже в этом случае у него омовение нарушится. Следующий пункт, то есть это громкий смех, хохот, находясь в намазе. Для начала уточним, какой смех именно имеется в виду. Здесь имеется в виду громкий смех. Согласно определениям фитха, громким является тот смех, который слышит сам человек и способен слышать тот человек, который находится рядом. То есть, если это происходило бы в спокойной обстановке. Вот такой смех является громким смехом. Также является условием, чтобы тот, кто смеется, был совершеннолетним человеком. То есть, у несовершеннолетнего такой смех омовение не нарушает. Но, тем не менее, если ребенок допускает такой смех в намазе, то от него нужно требовать, чтобы он выполнил омовение заново и заново совершил намаз. Это делается в целях воспитания. Также нужно иметь в виду, что омовение нарушается в том случае, если громкий смех произошел у совершеннолетнего молящегося в том намазе, в основе которого есть полноценный поясной поклон и земной поклон. То есть, тот намаз, в котором поясной и земной поклон присутствуют, но человек по какой-то причине не может полноценно совершать поясной и земной поклоны и заменил их совершение наклонами головы. В этом случае тоже омовение у человека нарушается. Исключением является заупокойный намаз, намаз джаназа. В этом намазе поясного и земного поклона нету. Поэтому в этом намазе громкий смех омовение не нарушает. Нарушается только сам намаз. Такое же положение по отношению к суждателям. То есть, когда в определенных местах Кур'ана, когда читается аят, после которого является ваджибом совершить сужджуд, земной поклон, для этого земного поклона тоже такое же условие. Что если он в этом земном поклоне, совершеннолетний человек, будет громко смеяться, это нарушит сам сужджуд, но не омовение. Если был негромкий смех, то есть это смех, который слышит сам человек, но человек, находящийся рядом, не способен его слышать. В этом случае нарушается только намаз, но омовение не нарушается. Если была просто улыбка, то есть без какого-либо звука, в этом случае не нарушается ни омовение, ни намаз. Все эти упомянутые вещи нарушают омовение, даже если человек сделал это умышленно. Например, человек прочитал последний Ат-Тахият и знает о том, что он в этом намазе все обязательные вещи уже выполнил. И на нем остался только салам. И в этот момент он совершил нечто, что нарушает малое омовение. В этом случае малое омовение нарушится, но сам намаз уже будет считаться выполненным, потому что оставление салама намаз не портит. все обязательные вещи, обязательные составные вещи намаза уже они выполнены. И последний пункт, на котором тоже хотелось бы остановиться, то, что в переносном значении обычно называют прикосновением со страстью. Это прикосновение возбужденных половых органов. То есть именно в таком состоянии, когда у них происходит соприкосновение, без преграды. преградой считается такая вещь, через которую не ощущается температура чужого тела и не ощущает человек при таком прикосновении какого-либо наслаждения. Если нет такой преграды и произошло упомянутое соприкосновение, это нарушает омовение. И для того, чтобы вот такими грубыми словами не выражаться, ученые обычно такой контакт в переносном значении называют прикосновением со страстью. Поэтому, если человек, например, рукой или же каким-то другим местом дотронулся до лица противоположного пола и при этом испытал какое-то наслаждение, то это омовение не нарушает. Также следует иметь в виду вот такие выделения, как мазью и водью. Эти выделения нарушают только малые омовения. поэтому, если человек, прикоснувшись к лицу противоположного пола или даже без прикосновения, испытав какое-то наслаждение и выделился мазью, то это будет нарушать малое омовение. Если такого выделения не было, то такие прикосновения или же ощущения наслаждения они омовение не нарушают. А при прикосновении органов половых, то в этом случае даже без этих выделений омовение нарушится. также, наверное, будет уместно упомянуть некоторые вещи, которые люди обычно привыкли считать, что это нарушает омовение. А на самом деле они омовение не нарушают. Первый из них это появление крови или же гноя, которое не покинуло пределы раны. То есть она остается внутри раны, не перешла на кожу. Это омовение не нарушает. Также если от человека отделилась какая-то часть тела, но при этом не было выделения крови. Также к этому случаю можно отнести выдавливание угрей. То есть то, что бывает у нас на коже с черной точкой на его кончике, выдавливание таких вещей, их выделение омовение не нарушает, поскольку при этом кровь не выделяется. И к этому нельзя относить прыщи. Когда выдавливаются прыщи, там выходит и гной, и кровь, все эти выделения бывают, это нарушает омовение. Также если из раны человека вышли черви, это тоже омовение не нарушает. Также не портит омовение выход этих червей из носа или же из уха. Следующее это прикосновение к своим половым органам и также прикосновение к противоположному полу. Эти действия не нарушает малоомовение, но является желательным в этих двух случаях совершить омовение из уважения к решению имама Шафия. Также не нарушает омовение рвота, которая не наполнила рот. То есть толчок был такой силы, что он это сдерживал, не прилагая к этому усилию. То есть такая рвота омовение не нарушает и такая рвота не является нечистью, она не является наджасом. Также если при рвоте выделилась просто мокрота, это тоже омовение не нарушает, даже если этой мокроты было много. Также если человек заснул в намазе, то нужно обратить внимание на то, в какой позе он находится. Если он находится, допустим, в поясном поклоне, то нужно обратить внимание на то, совершает ли он суннаты поясного поклона. Допустим, держит ли он спину ровно, отдалены ли его руки от боков. Если он все эти суннаты соблюдает, это указывает на то, что человек еще не потерял контроль над собой, он еще не расслабился. Поэтому сон в таком положении он омовение не нарушает. Например, если он находится в земном поклоне, если он заснул, но все еще соблюдает суннаты земного поклона, также омовение у него не нарушено. Итак, дорогие братья и сестры, мы перечислили те вещи, которые нарушают омовение, поэтому нам их нужно знать, иметь это в виду, и также мы перечислили те вещи, которые омовение не нарушает, но зачастую люди по ошибке принимают это за те вещи, которые омовение. Это тоже нужно иметь в виду, чтобы не совершать омовение в тех случаях, когда это не является необходимым. Вассаламу алейкум ва-рахматуллахи ва-баракату.